На Кубани прошли выборы лидеров школьного самоуправления. В голосовании приняли участие более 300 тысяч школьников по всему краю. Около двух тысяч старшеклассников выдвинули свои кандидатуры на пост президента школ. Прошли выборы и в Славянском районе. Наша съемочная группа побывала в 4-м лицее. За месяц до дня выборов здесь началась предвыборная кампания. Кандидаты встречались со своими избирателями, излагали предвыборные программы, отвечали на вопросы. Соперничество было серьезное. Четыре старшеклассника претендовали на президентское место, хотя работа эта нелегкая и очень ответственная. Лучше всех об этом знает Даниил Денега, президент самоуправления лицея, который передаст свои полномочия новоизбранному президенту. Я передаю свои полномочия одному из кандидатов, который победит на выборах. Вообще выборы это очень важное для нас мероприятие, которое отражает всю заинтересованность учеников в жизни нашей школы. Со стороны нынешнего самоуправления мы сделали все возможное, чтобы выборы прошли максимально справедливо и интересно. А кандидаты в свою очередь проявили гибкость и заинтересованность в жизни учеников. И хочется, чтобы будущий президент был примером для младших классов. К выборам в лицее подготовились отлично. Все всерьез и по-взрослому. Есть кабинки для голосования, избирательные бюллетени и специальные урны для них. Члены избирательной комиссии получили всю необходимую информацию для проведения выборов. Выборы для нашей школы это очень важное событие, так как это способ волеизъявления учеников, способность поменять что-то в школе, предложить какие-то новые идеи. Поэтому мы стараемся следить за тем, чтобы все прошло очень честно, открыто, подготовлены кабинки, бюллетени, все как на настоящих выборах. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Китаренко познакомился с организацией выборов в лицее. Участники выборов рассказали, как они проводятся. Выборы здесь действительно прошли очень четко. Они были спланированы так, чтобы не было излишней толчаи на избирательном участке, чтобы всем было удобно сделать свой выбор. Это очень нужно для сплочения классов, чтобы в классах было всегда дружно, чтобы все могли друг другу помогать. Но это очень важно для школы, для всех учеников этой школы. Ребята сделали свой выбор. Самой лучшей и активной, способной повести за собой, то есть президентом самоуправления 4-го лицея, стала Мария Рыбникова, за которую проголосовала треть избирателей. Вице-президентом стал Ермак Дейнега. Им и предстоит в ближайший год заниматься развитием самоуправления, быть инициаторами интересных мероприятий и организаторами добрых дел, налаживать максимально эффективный диалог между учащимися и школьной администрацией. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».